Своим мнением о форуме в Телеграм-канале поделилась и дочь известного российского политика Ксения Собчак. Пожалуй, дочь – это главное ее достоинство. В своем Телеграм-канале она написала про Казанский форум. Цитирую. «Наши уважаемые партнеры прелесть какая! Русский мир, исламский мир, Дугин, боевики, Талибана. Вот вам наш новый культурный код, друзья мои. Ноете про то, что закона о домашнем насилии до сих пор нет? Скажите спасибо, что камнями на Красной площади не забивают и покрытые не ходим». Конец цитаты. Вот такое примитивное, если не сказать больше, восприятие исламского мира. Да бог с ней, Собчак, знаний и кругозор не являются главными ее достоинствами. Безусловно, на рядах английской принцессы Меган Маркл она разбирается лучше. Меня волнует, что в ее сообщении выражена позиция определенной части российского общества. Невежственно-агрессивного меньшинства, находящиеся в плену глупых и ложных стереотипов об исламском мире. А ведь это очень богатый и разнообразный мир. Что им можно посоветовать? Только одно. Приезжайте в Татарстан, поговорите с умными людьми. Пока не поздно, откройте через Казань дверь в бурно развивающуюся фантастическую исламскую цивилизацию. Иначе вы сами можете оказаться на задворках истории. Кстати, в павильонах Казань-форума, пожалуй, самым выделяющимся был павильон, где проходил трек «Женский взгляд», объединивший делегатов из 30 стран. И все они – предприниматели женщины из мусульманских стран, достигшие успеха каждый в своей сфере. И, признаюсь, многие гости попросту ломают сложившиеся стереотипы о женщинах Востока. Итогом встреч стало подписание девяти соглашений о сотрудничестве. О работе павильона, в который заглядывали мужчины, но не решали зайти, Татьяна Тимошенко. Мимо этого павильона, без углов, с зеркалами и в розовых цветах, конечно же, пройти мимо невозможно. И здесь обсуждают как раз «Женский взгляд». Такой концентрации красоты, энергии успеха, спокойствия и достоинства, пожалуй, более не было ни в одной части Казань-экспо. И где еще услышишь такое обращение на деловом форуме? Дорогие подруги! Сегодня настал тот период, когда женщины должны понимать, что женская дружба – это на самом деле серьезный двигатель экономики. И в одиночку уже нельзя более развивать свой бизнес. Только объединение позволит это делать. Причем не только на уровне Российской Федерации, но и с выгодом на зарубежные рынки. И я безумно рада тому, что сегодня в рамках Казанского форума поставлен этот вопрос, и «Исламский мир» сегодня очень плотно подключен к этой теме. Особенно с учетом того обстоятельства, что бизнес в «Женский бизнес» в «Исламском мире» только-только начинает устанавливаться. Главная тема обсуждения совсем не в розовых тонах современные условия и тенденции, которые определяют развитие женского бизнеса. В том числе было заявлено и о создании бесплатного образовательного проекта для повышения юридической грамотности для женщин, начинающих или уже ведущих свое дело как основу реализации принципа «Не я сама, а не мешай» в правовом поле. Но одна из первых линий – где находить баланс между столь разными и нетерпящими внутренней конкуренцией ипостасями в женщине. У меня международный бизнес и дизайн-бюро в Швейцарии. На самом деле мой бизнес еще и очень социальный, потому что я помогаю женщинам открывать свой собственный бизнес как раз в сфере фэшн и бьюти. А как все успевать, мне кажется, что это такая прерогатива именно женщин нашего региона, потому что изначально мы очень много вкладывали сил в развитие не только собственной карьеры, но и в семью, и в социальные какие-то проекты. Поэтому главная энергия. Если ты чувствуешь, что тебе это нравится, если ты изучаешь любовь, тогда, конечно, все получается, хоть и без трудностей. Отдельный женский трек проводится на Международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Впервые». Социальный бизнес в основном на руках, то есть в руках, теплых руках, надежных руках женщины. Образование, медицина и другие сферы. И это никак не умаляет значение женщинам в дагестанской экономике. Конечно же, очень надо отметить, гендерное давление все равно сохраняется в республике, к сожалению. И женщине не столь легко, порой, по разным причинам открывать свое дело, развивать бизнес. Но когда она открывает, она очень удачно сочетает и бизнес, и семью, и политику. Это очень сложно, но все-таки мы стараемся сделать все в наших реалиях. И мы стараемся совмещать и семейную жизнь, и бизнес, и все остальное. Появление в розовом павильоне официальной делегации во главе с Раисом Республики Рустамом Менихановым и вице-премьером страны Маратом Хустулиным стало поводом для фотосессии и небольшим перерывом в обсуждении. Наш форум стал в десять раз красивее после того, как вы появились. И вы являетесь большим достоянием исламского мира. По расхожему выражению, мужчины деньги зарабатывают, а женщины их тратят. Сегмент халяль красоты в экономике один из быстро развивающихся. Красота и здоровье по стандартам шариата становится еще одной из центральных тем. Модератор Мисс Вселенная Бахрейн, как оказалось, с русскими корнями и высшим образованием финансиста. В мусульманских странах раньше было такое, что у женщины было мало прав работать, выходить куда-то без мужа и так далее. Сейчас же современная мусульманская женщина внесет в себе больше возможностей. И поэтому я бы хотела представить их в лучшем свете. В том плане, что участвую в конкурсе красоты, я, конечно, заявила о том, что мы, современные мусульманские женщины, они способны и быть матерями, и быть предпринимателями, бизнесвуменами, бизнесвумен. Вот, да, поэтому это прекрасная тенденция, очень рада бы находиться здесь. Плотный никап, но буйство красок и нестандартный кровь в моделях этого дизайнера. Модельеры и владелицы марок одежды говорят о мусульманской моде. Они ее формируют. То, что фэшн-индустрия для исламского мира является не только ДНК-кодом, но и мостом, связующий нитью между странами, сомнений не вызывает. Как и то, что женская дружба – один из элементов мягкой силы. Мы хотели бы представить Сенегал в партнерах. Мы приехали, чтобы показать красоту Сенегала. Мы сотрудничаем с русским культурным центром «Калинка» в Сенегале, и мы привезли дизайнеров, чтобы участвовать в показе. Нам очень важно создать этот мост между Россией и Сенегалом, между Дакаром и Казанью. Моя цель на форуме – установление связи с женщинами-лидерами, бизнесменами, женщинами, которые занимаются социальными вопросами. Это и для роста дружбы, и возможностей взаимодействия между Камбожией, Россией и другими странами. Ведь женщины вместе – это сила. Итогом работы трека «Женский взгляд» только в первый день стало подписание девяти деловых соглашений. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин. Семь дней.